МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА То, что вы увидите сегодня, таких программ, военная приемка не снимала еще никогда. Ну, что и говорить, в истории российской армии ничего подобного прежде не было. У меня за спиной высочайшая вершина Европы. Эльбрус 5,642. Вообще-то сюда обычно ходят альпинисты. Вот сегодня впервые в истории российской армии. На эту высоту забрались наши российские броневики. И это еще не рекорд. Мы собираемся пойти туда дальше и забраться на те высоты, на которые наш российский военный автомобиль не забирался еще ни разу. И эти не только в мире, но и вообще, очень-то, 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 очень-то. Электричные боевики. will have to climb up on their own to a place without roads where people, let alone the engines, suffocate due to lack of oxygen. The slopes are so steep there, that a small mistake is enough to fall into a bottomless abyss. Я не знаю, я могу передать камеру или нет, но вот обрыв в ту сторону, это порядка 150 метров щитовопадения. Хорошо, два двадцать милитарных двигателей и девять автомобилей будут победить на высшем уровне Европы сегодня. Ну, давайте посмотрим, кто победит. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ It's faster and easier to use a helicopter. But here's the thing. This ascent is the toughest exam you can think of to test the heavy vehicles. Every node of the chassis, the wheels, the engines, and the hull are not only going to be pushed to the maximum, but even beyond their limits. Продолжение следует... Итак, время 10 утра. Мы находимся в поселке Кирскол на поляне Азау. И сейчас нашей экспедиции предстоит первый серьезный марш-бросок на вершину Эльбруса. И уже известно, что по решению руководства экспедиции в этом марш-броске будут участвовать не все, а только определенные машины. Какие? Первая машина – это УАЗ «Профи». Вторая машина – это «Тайфун-К». Третья машина – это «Астейс» патруль. И два автомобиля «Урал-Некст». Как вы думаете, как высоко мы сможем подняться? Ну, до предела, 3800. Помогите этот номер – 12,500 фит. Лидер экспедиции просто маркнул это как лимит. Только 5 из 9 автомобилей, а лучшие 5, должны достигнуть этого лимита. После этого, 12,500 фит – это где дороги закончат и глагицы начнут. И они не должны быть раздавлены. И они не должны быть раздавлены. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ЛИПЕРАННОМ ЯЗЫКЕ Моунтанскиер слегка на эту границу, но мы идем. Обратим внимание на то, как идет сейчас наша колонна. Вот наш тяжелый броневик «Тайфун-К» в колонне 1. Дорога пыльная, все в пыли. Мы даже не видим вторую машину «Урал». Ну что, такими должны быть испытания. Пыль, туман, грязь, ничего не видно. Получается то, чего так и хотели бронницы. Пыль, туман, грязь, ничего не видно. 7,545 феет above sea level. The higher we climb, the less oxygen in the air, which affects the general condition of the crew. Weakness and dizziness appear right when the drivers need to stay focused and prepare for any emergency. That's why a training walk was included in their training crews, when the military drivers had to climb to 10,000 feet on foot, accompanied by combat approved. The first stop was the Davicie-Cosi waterfall. Next, the crews climbed even higher. The aim was to reach the Piktir Skoll observatory at an altitude of 10,300 feet. Thus overcoming the three-mile path, the participants of the expedition vertically ascended to 3,200 feet. Now we have to do almost the same in vehicles. To recap, our training march started at an altitude of 7,545 feet. Right now, we're reaching the 9,800 feet mark. Once the fog cleared away, we finally saw what was happening around. In all honesty, many participants of the expedition got sick, not only because of the lowered pressure. Look at the slopes our vehicle is traversing. If we're going to call a spade a spade, this road is a crumbling narrow gauge at the end of an abyss. An important detail is that we're doing this hike in heavy weight. Напомню, что мы едем в горы. О! Полностью загружены машины вот такими вот шугунными гирями. Оп! Фу! Первый привал, похоже, сейчас будет. Михаил Константинович, знаете, считается в журналистике дурацкий вопрос, спрашивать, страшно или нет. Но, честно говоря, в какой-то момент я понимал, что под нами пропасть, а мы едем по вот такому подъему. Да. Ну, это нормально, потому что вверх подниматься легко. А вот когда мы будем спускаться, будет еще страшнее. Какие проблемы в этот момент? Проблемы, самые основные проблемы, это то, что конструкция машины не приспособлена до дальнейшего восхождения вверх. Во-первых, из-за грунта. Давайте подойдем, покажем на тот грунт. Вот тут не грех даже будет залиться под машину. Вот. Это не... Да-да-да, этот каменистый, грубо говоря... Ну, щебень. Да-да-да. На котором просто... Причем щебень, он не искусственный щебень, а именно натуральный щебень. Тем временем поднимается еще один... А-а-а, вот он, давайте подойдем туда. Урал, Некст. Урал, Некст. С краном-манипулятором. Вот они, молодцы, приехали. Он у нас более загруженный, чем первый инвест. Поэтому они... Все хорошо? Ребят, вы-то как к тумане ориентировались. Они отстали поэтому, наверное, из-за тумана. Последовал? То есть, впереди идущие машины вообще не видели? Ну, ясно. Нормально тянет? Нормально. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok The first time out was short. The reason is obvious. The vehicles have to not only climb today, but also to descend. Meanwhile, the convoy reaches the site where the slope ramp reaches the critical level of 30 degrees. The only reassuring thing is that they've already tried this angle in tests. The most dangerous thing is that the volcanic dust helps those pebbles slide under the wheels. The drivers constantly have to compensate for any slight wheel spins with steering wheel movements. The scariest thing in such a situation is that there's no retreat route in case of an emergency. It's a known fact that if something bad should happen, it will happen. At some point, the temperature of a cooling fluid in one of the vehicles started rising. The leader of the expedition, callsign Crimea, made a risk-taking decision to stop the convoy on the steep slope and wait until the engine cooled down. A few minutes of agonizing waiting and we're climbing up once again. We've made it. We're going to take a look at the first episode. Yeah. So, we're going to talk about that a little bit ahead of the second episode even if it's not possible. Well, in order of security, this would be necessary to do. If it was a worse situation, I don't know, the war for us would have been and we'd have to give up the maximum gas. Now, how much speed did we go? Well, I think, on the second episode, and maybe even on the third episode, we'd have to go. We're passing by the Mir Mountain Ski Station at an altitude of 11,480 feet. Its residents are already greeting us. You don't see such vehicles every day. By the way, we've also met the rescuers here at the Mir and they warned us that Mount Elbrus is very deceitful and that we should take care. They say that only in this year 9 died. The river, as they say, they don't see the water, so I think it's quite difficult. The weather here is very change. So in any moment it can happen so that the weather is broken. Your forecast is that these heavy heavy vehicles where they can be able to get up? Well, a little bit higher than the Gora Bashi, I think 3,800. The refuge of the 11 is the last spot on the path to Mount Elbrus' summit where you can find warmth and shelter. The altitude is 13,451 feet. You can reach it only by snowmobile. Thus, they mark another limit for us, 12,500 feet. The higher we climb, the harsher the views around us. The road becomes narrower. The slope steeper. They explain to us that we're in a unique highland area where you can't find any NATO country. To clarify, the highest highland road in Europe reaches a mark of 11,128 feet. The cylindrical containers in our way are the Butchki mountain refuge, the furthest point where you'll still find a road. The altitude is 13,451 feet. Our goal is achieved. The drivers are barely holding on to their emotions. They've made it here without any malfunctions or emergencies. And then the unexpected happens. Once we reach the vehicle limit of Mount Elbrus, the leader of the expedition decides to move forward. I don't know if you know this or not, but now, in your eyes, there is a story that never before. The gunslingers were on such a high. The Russian gunslingers were not up. Yes, there were expeditions of the Soviet government to Pamir. There was a high. Yes, the Institute of Brunswick was up in that year, and it was still higher. But it was about either on the regular cruises, or on the light cars. And so, for such heavy weapons, for such heavy weapons, for example, the Typhoon K, on which we are now, or the heavy weapons of the Ural, for such heavy weapons, for such heavy weapons, for such heavy weapons, and farmers. Their main feature is they're very wide caterpillars with a lot of snow grips. Those groomers allow for movement on soft snow and ice, like on a tarmac. But the half-deflated wheels of the military vehicles don't have such traction on the glacier. But we are still driving. Despite the fact we've already broken the record for heavy military vehicles, we want more. The 13,120 feet mark is so close. Can't we make it? Well, the height of 3,980, to the mark of 4,000 meters. There were some 20 meters left. And we see that the crew of the expedition is doing a small instruction. All the previous expeditions have reached the height of 3,800 meters. Today we are trying to climb up to 4,000 meters. So, gentlemen, we choose two cars. This will be the Typhoon K, and this will be the Ural, next, and we climb up to 4,000 meters. Is it clear? We're starting the final leap towards the record. The slope in this part of the path is shallow, so we'll have to drive more than 500 feet to climb up it by 65 feet. And here it is, 13,120 feet above sea level. It's a new record for fully loaded military trucks, let alone actual armored vehicles. We've made it. But it's just the beginning. The main ride is coming up. But first, we need to descend. The car is going up to 4,000 meters. But it's almost impossible to expand. The train is coming down. It's the end. Как-то еле держатся на ногах. А броневик, пожалуйста, медленно и уверенно. На колесах 0.5 спускается вниз. Если основная стресса во время склайбов была для машины, сейчас брыки и герарбокси страдают. Все движения по двигателям сейчас есть эксклюзивное работодательство. Но все эти сложности не позволяют остановить тест. Эксклюзивное работодательство. Thus, continuing to conduct their research, the convoy drives down. And that's when we learned that we were being watched the entire time. There are cameras on all points of the Elbrus Mountain Ski Resort. Generally speaking, Mount Elbrus became a popular resort long ago. Mountain skiers ride here in winter and tourists ascend to the summit in summer. But no one expected to see such a feat here by heavy vehicles. By the way, don't think that these are the only vehicles the military test in the mountains. During the descent, we stumbled upon another very interesting armoured vehicle. The armoured tractor, to be precise. The vehicle weighs 39,000 pounds and is designed to clear debris. For example, during urban combat. While the first test, the railroad printed car has the testing of a trabalhability on low bogs in conditions. We are at 3,000 meters at the height. The car showed its ability. We took the removal of the roads from the wood and the waves formed after the winter rain. We combined our testing нашей техники в реальных условиях высокогорья и сделали небольшое добро людям обеспечили проход к обсерватории на высоте 3100 метров. All right, the forest march has ended and it's time to start the main part of the highland stage of our expedition ascending with an overnight stop on the glacier followed by an attempt to climb even higher. At this moment, you surely want to sympathize for the crews of the largest tow trucks, the BAS, the Tornado U, and the Typhus. They're not only larger, but also heavier than the rest of the trucks. It seems that the climb should be more difficult for them, but no. They go up without much effort. Three hours of climbing and we're back where we were, on the glacier at an altitude of 13,120 feet. Yeah, it's a little bit. Михаил Константинович, прежде чем подойти к теме ночевки… Так, уральцы приехали с флагом, броневик Тайфун У впервые собирается на эту… Впервые, да. В том году он не поднялся, в этом году вот он здесь, на четырёх тысячах метров. Дальше мы видим, что идёт… Брянск, Брянск. Брянск, 69092, носитель С-400 С-300. Вы считаете, мы завезли сюда ЕС-400, если вы хотите. На нём же грузы, ровно сколько же по весу? Да, конечно. Сколько тонн? 26. 26. 26? 26 тонн. Заходит обычный ураль. All next. Это броневик Астейс-патруль. As is often the case in the mountains, night fell upon us in a shot, and that meant it was time to start the new stage of tests. Что в этот раз становится объектом исследования? Это аварийный запас. Мы проверяем необходимую ёмкость батареи, которые будут обогревать для теплоэлектробельё наше. Какими батарейками мы сможем запитать, и нужен ли такой яркий свет или достаточно. У нас есть аварийный свисток. There's never been anything like this in our armed forces. Drivers were merely given a ration pack. Now they've changed the attitude. This emergency supply should be useful both in cold mountains and in hot deserts. Вот я хочу продемонстрировать собственно первый элемент этого исследуемого набора. Это вот такой костюм, в котором можно лежать на снегу. Именно поэтому на протяжении ближайших нескольких часов вот я буду лежа находиться здесь. We've already shown you similar jumpsuits a few times. We've tested their first versions both in expeditions to the Varande Peninsula and in the journey to the Katelny Island across the ice and the left of sea. Today is another stage of testing. The designer of this suit, Vladimir Grigoryev, will spend the night in the open air in this jumpsuit. But this wonder suit is just a small part of the driver's survival kit. It has insoles, warm over shoes, a whistle, a set of flashlights, and finally a new innovation – electric thermal clothing. We just couldn't miss our chance to test such a thing. Давайте продемонстрируем вот этой термопанели. Сколько времени она может находиться вот в этом электрическом термобелье до тех пор, пока сядет батарейка? Ну, при полной мощности обогрева, если бы не будет никаких качественных теплозащитных одежды, часов, наверное, 6-7. А если будет хорошая теплозащитная одежда, например, такой, как твой костюм – несколько суток. Of course, there can't be an emergency supply without food. In fact, the meals of the drivers are also like those had in space. Just add some water, and you'll get an oven. The chemical agent warms up the tube food in literally a minute. Ждём. Можем держать. Будет чувствоваться, что вода сейчас начнёт разогреваться. Греется? Да. Владимир, а общий вес этого комплекта, а каких… Мы планируем уместиться где-то в 7 кг, 5-7 кг. И с точки зрения компактности, вот если собрать всё это воедино? Костюм можно вакуумировать, он не боится сжать, и его пневматически сжать, засосать пылесосом или специальным вакуумирующим устройством, и он превратится, ну, в фанку пятилитровой воды. Не больше. Продолжение следует... Before being adopted into the armed forces, this kid will face dozens of tests. They'll test it until they understand whether it will actually help in an emergency situation. However, this will take at least two years. For now, the Porsche is ready. Я, тем не менее, закушу. Ну что, давайте так, закусив борщом, мы временно приостанавливаем съёмки и передаём этот Костюм на ночь Владимиру. Он должен будет в нём что? Проснуться. Ты спрессит! Там не будут температурные датчики, они будут фиксировать температуру конечностей и всего тела. Что можно сказать? The researcher had a deep sleep and woke in the morning fresh-faced. However, we also slept pretty well in the vehicles, and now we've got the strength to smash a new record. И вот теперь самое время представить ещё одного участника экспедиции, про которого мы вроде бы забыли, мы, но не Сергей Анатольевич. Это... Это армейский снегоход А-1, уже знакомый телезрителям военной приёмки, постоянный участник зимних экспедиций на Гольском полуострове, посёлка Варандей, на острове Котельный. И сегодня впервые... Он забрался на такую высоту. ...участник летней экспедиции, да, где будет проверена его работоспособность в условиях высокогорья. Это абсолютно стандартный образец, который поступает в войска. Сергей Анатольевич, вот мы его только-только спускаем, я вас прошу, вот попробуйте сходу в этот момент его завести. Он у нас, собственно, с момента старта из бронниц, покрыт астраханской пылью. Астраханской пылью, да. Наш снегоход, она залетала туда. Пробуйте уже заводить. Давайте, не тяните время. Так. Отцепить мы его успеем. Работает! Этот автомобиль также был постоянным партисипантом в экспедиции в далеко нескольких. Как и все наши армии армии, он не был специально подготовлен для Монт-Эльбрис Ассент. Продолжение всей этой экспедиции он подождает за время в Уралс-карго-беде. Теперь, когда он также взлетает. Мы используем этот маленький и легкий двигатель подождает на это метfleет подождает на эрссене охота ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! 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 Анатолийович, его служба. Нет, на самом деле... На самом деле мы сделали максимум, чтобы все это было можно по дорогам. Эта экспедиция как никогда нам поможет все-таки разобраться и определиться как в цифрах, так и увидеть реально как машины себя будут вести в очень тяжелых условиях. Я еще раз повторяю, что главная задача этой экспедиции проверить машины, которые в ближайшее время... ...проверить автомобили, которые в ближайшее время, в скором будущем, пойдут на снабжение в наши вооруженные силы. И здесь ошибиться мы не имеем права. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Но после того, что он понимает, что у него была возможность установить действительно экстремий тест для его дизайна, он решает сделать это. Это наверное самое важное, и причина для того, что такие экспедиции были в первом месте, чтобы все реально и вероятны. Если автомобили достигали 13,120 футов, то мы достигали 18,510 футов на сей-левле. Субтитры создавал DimaTorzok